Восьмое марта. Международный женский день. Зародилась эта дата в США в начале 20 века, как день борьбы за равноправие женщин. Клара Цеткин и Роза Люксембург провозгласили манифест равенства между мужчинами и женщинами, в том числе в профессиональном плане. Накануне Международного женского дня мы представляем истории женщин, для которых стереотипы «не женское это дело» и «это мужская работа» не стали препятствием на пути к мечте и самореализации. Наши героини выбрали мужскую профессию и чувствуют себя в любимом деле абсолютно комфортно. В нашей истории женщины всегда играли важную роль и занимали особое место в обществе. Дочери Великой Степи были надежными хранительницами культурных традиций и духовно-нравственных ценностей нашего народа. Поэтому неуплонно продвигаясь по пути прогресса и созидания, мы не должны поддаваться чуждым нашему менталитету веяниям, ограничивая права женщин. Сегодня нет такой сферы деятельности, в которой женщины не были бы успешными. В Казахстане, как и в других прогрессивных странах, представительницы прекрасной половины человечества могут выбрать для себя любую профессию по душе. Хотя до 2021 года под запретом для женщин оставались 219 профессий и видов работ, считавшихся традиционно мужскими и опасными. 12 октября 2021 года глава государства подписал закон, исключающий из Трудового кодекса ограничения на трудоустройство женщин. В кабине самолета нет никаких гендерных различий, как для меня лично. Есть командир воздушного судна, есть второй пилот. Каждый выполняет свои обязанности. От начала до самого завершения прыжковой смены мы абсолютно все одинаковые. Я не пойду к мужчине просить помощи, чтобы он мне уложил парашют. Все делаем одинаково. Укладываем одинаково, прыгаем одинаково. То есть даже поддерживаем друг друга на воздушном судне. В первую очередь ты мотивируешься долгом перед Родиной, присягой принятой. Уже потом, в дальнейшем, уже как-то на автоматизме все происходит. Мне сказал машинист Крана, опытный, 30 лет стажа, что главное не бояться. Если ты будешь бояться, значит все, работа не получится. Наша героиня заставляет задуматься, а существуют ли на самом деле сугубо мужские профессии. Римма Рамазанова, мастер спорта международного класса по парашютному спорту. Дерига Мажитова, майор полиции, двукратная чемпионка Казахстана по тейквондо, обладательница черного пояса, неоднократный призер по стрельбе и многоборью среди сотрудников силовых структур. Сакен Лейб почти 20 лет безупречно работает водителем автобуса в столице. Никто из них не сомневается в правильности своего выбора и доказывает, что женщины становятся лучшими в мужских профессиях. Я не рассматривала никакой другой профессии. Я себя увидела в авиации и четко решила для себя, что это мое, я туда, больше никуда. Я за рулем отдыхаю, если честно вам сказать. Мне нравится, да. Очень люблю свою профессию. На данный момент я не вижу себя в другой профессии. Меня все устраивает. У меня начальник хороший, у меня вообще знакомая, вообще бригада смена у меня самая лучшая. Большая часть моей жизни, она связана с работой в полиции. И мои родственники, мои дети уже не видят меня без этой профессии. То есть я вся в работе, и они меня всегда поддерживают. Традиционно принято считать, что женщины – хранительницы очага, созидательницы. Наша героиня прекрасно выполняет эту роль. Забота о семье, детях и близких для них не менее важна, чем карьера. Мое любимое дело, моя семья, мои отношения, возможно, мои какие-то личные интересы. И когда это все вместе, в совокупности, оно и составляет счастье человека. Ну, лично для меня это работает так. На вопрос, счастлива ли я сейчас, отвечу – да. Хочу ли я быть еще счастливее? Тоже однозначно да. Ни один декрет полностью до трех лет я не посидела дома. Всегда тянула на службу, всегда тянула в небо, так сказать. Вот. И мама мне очень сильно-сильно помогала. Сейчас нам помогает мама мужа. То есть тоже она сейчас очень большую поддержку, потому что мы задерживаемся. Ну, это служба допоздна. И, естественно, она сидит за детьми и смотрит. Ну, у меня дочь, например, говорит, надо профессию менять. Не хочет, чтобы я рисковала там здоровьем и так далее. Нет, я, наверное, другую профессию уже не одолею, потому что я уже привыкла, я знаю свою работу от и до. Мои родственники понимают и стараются особо так не нагружать меня домашними делами, заботами, да. Позволяют мне больше уделять времени работе. Легче отработать мне в ночь, потому что дети спят неспокойнее. А в день, видите, они бодрствуют и не знаю, что они там могут отворить дома. Казахская пословица гласит – «Женщина одной рукой качает колыбель, а другой – весь мир». Именно женщины сделали нашу жизнь стильной, эффектной, привнесли в нее харизму и талант. К примеру, знали ли вы, что определитель номера абонента и ожидания вызова изобрела американский физик Ширли Энн Джексон? Идея о создании автомобильных дворников принадлежит Мэри Андерсон. Автором водородно-никелевой батареи с долгим сроком службы, которая сыграла ключевую роль в снабжении энергией Международной космической станции, является пуэрториканская ученая Ольга Гонзалес-Санабрия. Посудомоечную машину придумала Джузефина Кокрейн. Ничего невозможного нет, надо лишь верить в себя и свою мечту. Я должна уметь это сделать, осмотреть самолет. Обычно мы проверяем, чтобы вот такие вот зимние кондиции, чтобы не было обледенения на борту, чтобы все датчики были в правильном положении, чтобы не было никаких подтеков, например, масла или гидравлики, чтобы стоялось заземление на борту. К вечеру я, конечно, устаю. Бывает уже выбиваю все силы, если это парашютная смена, тем более. Я говорю, придя домой, оно все улетучивается. Не объясню даже почему. Просто все проходит, как будто ничего и не было. В полиции нету деления на половую принадлежность. То есть женщины наравне с мужчинами несут службу на одинаковых условиях. Также заступают наряды, также и в праздничные, и в выходные дни. Поэтому как бы не требуем к себе каких-то привилегированных отношений. Очень легко, просто уже привычно и делают. История успеха наших героинь свидетельствует о возможностях проявить себя в любой сфере. Их достижения мотивируют, служат хорошим примером для тех, кто выбирает дело всей своей жизни, которая важна не только работой и профессиональные достижения, но и прежде всего семейный очаг. С праздником вас, дорогие женщины! Дорогие мои коллеги, я поздравляю вас сегодня с праздником. Желаю нам, прежде всего, хорошего рейса. Всегда быть такими красивыми, обаятельными. Всегда выполнять свою работу так же, как вы ее делаете. Желаю вам всего хорошего. Спасибо вам большое. Хочу поздравить всех женщин Казахстана с 8 марта. Желаю всем счастья женского, любви, успеха в работе. Всем вашим деткам здоровья. Ели мы, аман, тонушку осуны.